Всем привет, добро пожаловать на канал Popular Games и сегодня я бы хотел вам рассказать о том, как правильно продиагностировать свою видеокарту. Основные признаки дефекта видеокарты. Компьютер выбивает в синий экран смерти. На экране появляются артефакторы, разноцветные точки, полоски или прямоугольники. При загрузке игр компьютер зависает или перезагружается. При длительном использовании компьютера в игре снижается производительность и игра начинает лагать. Заедание видео. Отказ в воспроизведении видео. Проблемы с флеш-плеером. Отсутствие сглаживания в тексте и при перемотке документов или веб-страниц. Изменяя цветовой гаммы. Все эти признаки какого-либо дефекта видеокарты. Для теста нам потребуется программа AIDA или FUNMARK. FUNMARK от AIDA отличается тем, что FUNMARK использует графическую часть. Там такой бублик вращается. Качаем нашу AIDA. Она есть в свободном доступе. Можете ее спокойно скачать. Запускаем. И прежде чем начать наш стресс-тест, нам надо узнать наши рабочие температуры. Заходим на сайт производителя. Либо в любой сайт, где на нашей видеокарте указаны температуры. Например, у меня GTX 1050. Температура простая 35 градусов. Допустимая температура от 55 до 80. Максимальная температура 97 градусов. Это уже, я бы сказал, критическая температура, чем максимальная. Далее. Заходим во вкладку, получается, тут график. График нарисован. На него нажимаем и мы переходим в System Stability Test. Прежде чем начать, заходим во вкладку Preference. Нажимаем на нее. Она внизу находится. И тут нам нужно выбрать, например, красную полосочку нажимаем. Выбираем GPU диод. Это в температурной. Заходим во вкладку Funds. Также, например, в красной выбираем GPU. Вольтаж. Тут, в принципе, так все и оставляем. Пауэрс. Тоже, например, в красном выбираем CPU Post-Page. У нас уже есть. Я, например, отсюда ее уберу и ее составлю. Так. Вентилятор поставили. Все, нам больше ничего не надо. Нажимаем ОК. Все. А, вверху ставим галочку Stress Test GPU. Все, галочка у нас стоит. Нажимаем Став. Все. Теперь скажу о том, этот Stress Test нужно делать примерно, ну, средний минут 20. Чтобы полностью убедиться, как вам сказать, чтобы полностью убедиться в состоянии видеокарты, можно его сделать, например, этот Stress Test минут 40. Ну, это даже, мне кажется, много будет. На первой вкладке температуры мы смотрим на температуру. То есть, постепенно, пока растет наша температура, мы также смотрим на cooling plans. Это следующая вкладочка. Когда растет наша температура, у нас должен вентилятор быстрее крутиться. То есть, смотрим, чтобы у нас вентилятор крутился с такой же скоростью, ну, не с той, извиняюсь, не с такой же скоростью, то есть, температура растет и вместе, в тандеме, как бы, сказать так, должны расти обороты вентилятора. Когда мы смотрели нашу температуру, у нас температура не должна превышать, допустим, у меня там 80 градусов. Ну, это такая средняя температура, уже почти там, но она как бы рабочая. То есть, она не должна доходить до пика, до 97 градусов, например, как у меня. Если же у вас температура даже в простой большая, это означает о том, что надо проверить вашу систему охлаждения. То есть, посмотреть, крутится ли вентилятор. То есть, он может вообще просто не крутиться, ну, может он вышел из строя просто. Проверить ваш радиатор на вентиляторе обязательно, потому что со временем, то есть, если у вас видеокарта несколько лет, у вас просто может забиваться пылью ваш радиатор. потом, также, можно, если у вас там вентилятор крутится, радиатор вы почистили, но все равно температура превышает, можно заменить термопасту между радиатором и чипом. Также внизу у нас график есть. Если у вас сеточка покраснела, либо во время стресс-теста у вас компьютер перезагрузился, были какие-то либо дефекты там, то есть, у вас, получается, артефакты могли вылетать, то есть, и температура при этом может была высокая, то есть, у вас мог произойти тот же самый отвал чипа. Если вы не знали об этом ранее, вы постоянно использовали видеокарту, но у вас температура превышала, у вас просто мог произойти отвал чипа. Дальше. По вентиляторам я сказал, что вентилятор должен впоследствии крутиться быстрее. Дальше переходим во вкладку вольтажа, проще говоря. Тут мы смотрим на то, чтобы наш график, вот эти полосочки не скакали, то есть, ну не скакали, как у нас, например, нижний график, чтобы они шли ровно, напряжение от блока питания до видеокарты шло равномерно. Если у вас скачет напряжение, первое, на что стоит обратить внимание, на блок питания. Скорее всего и чаще всего неисправили именно блок питания, то есть, по линии, по которой у вас питается видеокарта, скорее всего неисправилась. То есть, может быть что-то с проводами, то есть, где-то может обрыв даже быть, ну бывает такое, либо в самом блоке питания. А второстепенно это в самой видеокарте могут быть проблемы именно с питанием. Также, смотрим вкладочку Power. Power это ватт. Сколько ватт потребляет ваша видеокарта. То есть, также на сайте производителя есть определенные значения, сколько ватт потребляет ваша видеокарта. Они не должны превышать эти значения. То есть, на это надо все обращать внимание. У меня сейчас температура 66 градусов, это на диоде, и на самой видеокарте 63. То есть, смотрим за всеми этими значениями в течение 20 минут. В течение 20 минут вполне хватит, чтобы ваша видеокарта полностью прогрелась, чтобы ваши вентиляторы раскрутились на полностью. Если во время допустим 20 минут у вас нету никаких сбоев, ни перезагрузки, ничего, температура не превышает, то есть, впоследствии можно дальше не диагностировать вашу видеокарту. То есть, с ней уже вполне все нормально. Если хотите точно быть уверенным, то есть, в течение 40 минут продиагностируйте, потому что вы, например, 20 минут стресс-тест ее погоняли, но, например, вы играете в какие-то тяжелые игры, даже, допустим, настройки у вас минимальные, но вы же не играете в них 20 минут от силы и все выключаете. То есть, например, у вас видеокарта в игре загружена на 90%, тут ее тоже почти на 100% загружает сама Аида, и вы там тестите по 20 минут. А в игре там при полной загрузке вы там играете час-два, то есть, разница все равно будет. То есть, вы не пожалеете времени, просто 40 минут поддержите ее. Если у вас в течение 40 минут температура стабильная, например, как у меня 66 градусов, она вышла там, биот у меня 66 градусов, и сам цепу 63 градуса, то есть, то есть, это нормальная температура, то есть, у меня он сейчас так и будет держаться, вышел он, не пойдет, то есть, это его рабочая температура при загрузке. А вентиляторы у меня уже раскрутились на полную, 1400, у меня, по-моему, 1600 максимальная, то есть, максимальная скорость вращения вентилятора, больше не будет, ну и температура вот стабильно держится. Также в вольтаже у меня температура, ой, не температура, извиняюсь, вольтаж тоже у меня не изменит, то есть, он как идет ровненько, так все идет. В Power тоже все ровненько, ну, есть маленькие скачки, но это особо роли не играет, то есть, он не превышает каких-то там определенных значений, то есть, все нормально. Мне, как бы, дальше стресс-тест смысла нету делать, потому что, как бы, я видеокарту уже проверил, там, с ней все хорошо, все нормально, то есть, я жму на стоп. В принципе, все, что я вам хотел, я показал, будут какие-то вопросы, спрашивайте, пишите в комментариях, либо, если вам еще какую-то тему интересна, любые темы, там, по компьютеру, там, что-то продиагностировать, что-то как-то проверить, пишите, сделаю видео, расскажу вам, как, как, что проверить можно. А так, сегодня на этом все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем до скорых встреч, всем пока.